Вторая тренировка из данного цикла, не пропустите первую, ссылочка на первую тренировку будет в описании к данному ролику. Привет, друзья и ученики! Сегодня очень важная тема, очень важное видео. Все вы прекрасно знаете о том, что ротаторная манжета это мышцы, внутренние мышцы, которые отличаются от мышц поверхностных, дельт. И непосредственно ротаторная манжета плеча по своей сути является суставом, суставом плечевым. Если не обращать внимания на тренинг этих мышц, ротаторов, маленькие мышцы, они не тренируются при жимах, при обычных наших движениях, при отведениях. Необходимо специализированно прокачивать эти мышцы. Но также необходимо стабилизировать сустав, весь в целом. И необходимо стабилизировать весь плечевой пояс. Что это даст? Во-первых, это убережет вас с гарантией от травм. Потому что самая частая травма и причина боли это повреждение или разрыв ротаторной манжеты плеча. К сожалению, как утверждают медики, ротаторная манжета не восстанавливается. Поэтому сегодняшняя тренировка, специальная тренировка, сегодняшние упражнения абсолютно бесценны. Необходимо их делать хотя бы один раз в неделю. И я вам покажу две разные тренировки на разные вещи. Но все они в целом будут воздействовать и на ротаторную манжету плеча, что будет укреплять плечевой сустав. И на весь комплекс плечевой, что будет стабилизировать лопатку, будет стабилизировать все мышцы, которые участвуют в стабилизации, извините за тавтологию, плечевого сустава. Это, во-первых, усилит ваши жины. Да, не удивляйтесь вы, если вы уперлись в плату, сдвинетесь с мертвой точки. Если у вас еще далеко до мертвой точки, до плата, вы отодвинете это еще дальше. Но самое главное, вы убережете свое здоровье, убережете свой плечевой сустав. Ну что, давайте посмотрим, что это такое и с чем это едят. Что нам понадобится для этого. А понадобится нам всего-навсего вот такое приспособление. При работе на ротаторную манжету плеча никогда не используйте чрезмерное отягощение. А резиновые амортизаторы, жгуты, винты, неважно что, это то, что используется в лечебной физкультуре. То, что используется в реабилитации. Все спортсмены, великие спортсмены и не очень, из профессионального спорта и из любительского спорта, если получают травму, используют в реабилитации вот что-то подобное. Мы с вами тоже будем это использовать. Стоит это копейки, но польза от этого просто океаны. На первый взгляд данные упражнения могут показаться идентичными, какие вы видели в первой части. Но это не совсем так и вы это увидите. В данных упражнениях мы больше будем работать именно на стабилизацию и на укрепление ротаторной манжеты плеча. Причем в статическом положении, хотя сами будем двигаться. Нужно удерживать корпус в одном положении, максимально ровно и сохранять все углы в локтевом, плечевом суставе, двигаясь вперед-назад в стороны. На самом деле мы делали такие же упражнения на ротаторную манжету плеча, но для динамики. И очень внимательный зритель заметит эту разницу. Это упражнение мы делали в первой части, но его также необходимо делать и в этой части. Чередуя подобным образом разные тренировки, вы будете немножечко по-разному воздействовать на стабилизацию плечевого пояса. И самое главное, будете развивать ротаторную манжету плеча. Это воздастся вам с торицей. Во-первых, если у вас есть боли в суставах и в плечевом конкретно, они уйдут. А во-вторых, если у вас нет таких болей, слава богу, то они никогда не появятся. Потому что когда мы тренируем с вами мышцы, просто грудные, дельты, ротаторная манжета, по сути из которой и состоит плечевой сустав, не тренируется, не получает достаточной нагрузки. Получая дисбаланс между развитыми внешними мышцами и слабо развитыми отстающими внутренними мышцами. А нам нужно тренировать все мышечные волокна, все мышечные группы. В принципе, все мышцы, которые только доступны тренировкам. Также вы уже знаете из моих статей и видеороликов, что существуют фазические и тонические мышцы. Поэтому крайне важно тренировать все мышцы. Когда вы будете выполнять данные упражнения, не стремитесь к тому, чтобы почувствовать максимальную нагрузку. Не натягивайте жгут изначально самым тяжелым для вас способом. Не нужно, тренируя ротаторы, использовать серьезные веса. Вы это почувствуете. Особенно, если у вас есть какие-то проблемы. Начинайте тренироваться плавно, постепенно, увеличивая нагрузку. За счет увеличения растяжения вашего эспандера. Друзья, не пропустите. В третьей части вы узнаете еще больше новых, интересных, Но самое главное, крайне полезных упражнений для ваших плечевых суставов, локтевых. И в принципе, вообще для стабилизации плечевого пояса в целом. И лопатки. Особенно это полезно хоккейным вратарям. Да и вообще, в принципе, всем тем, кто ведет здоровый, активный образ жизни. Следите за роликами, друзья. А я постараюсь максимально подробно вам рассказывать и делиться своими знаниями и опытом. Ну что, друзья, надеюсь, вам понравилось данное видео. Обязательно ставьте лайк, поделитесь в соцсетях с друзьями. Все мы с вами двигаемся по одному пути и являемся братьями по железному движению. Должны помогать друг другу. А, к сожалению, я нигде никогда не встречал подобной информации. За всю свою более чем 25-летнюю практику. Поэтому я делюсь с вами своими знаниями абсолютно бесплатно. Поставьте лайк. Это лучшая благодарность каналу. Если вам вдруг по какой-то невероятной, не знаю даже слова, вот реально не подберу, что-то не понравилось, ставьте дизлайк. Но обязательно напишите причину. Потому что мы, адекватные люди, смотря на то количество дизлайков, 4, там иногда 7 их, удивляемся, что вам не понравилось. Но чтобы мы вас понимали, обязательно напишите причину, почему вам не понравилось. Мы уважаем мнение любого из вас. Не забывайте, что вы можете вступить в мою закрытую группу абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно всего-навсего снять видеоролик. Единственное, видео должно быть не вертикальное. И рассказать в этом ролике о своем тренинге. Лучше всего, если это будет тестовая тренировка. Ее вы можете найти в моих статьях и видеороликах. Расскажите о себе. Расскажите о своем варианте тренинга. Расскажите о том, как вы пришли к тому, как вы сейчас тренируетесь. Питаетесь, отдыхаете, восстанавливаетесь. Сделайте это интересно. Пришлите мне на почту, я обязательно выложу этот ролик у себя на канале. И вы получите абсолютно бесплатно доступ в мою закрытую группу. Где уже 173 человека получают пользу, тренируясь по программам периодизации. Основанным на различном типе мышечных волокон. И ты можешь сэкономить как минимум 250 долларов. Потому что вступление в эту закрытую группу на данный момент стоит именно столько. Но это еще не все. Если твое видео наберет больше всего лайков и комментариев, ты получишь супер приз. Год бесплатного онлайн тренинга персонально со мной. По питанию и по тренировкам. И по всему, что с этим связано. Не пропустите мою новую книгу, которая целиком и полностью посвящена женскому тренингу. И как Библия необходима для всех тех, кто взял на себя смелость и ответственность. Тренировать других людей. Друзья, всегда ваш. Увидимся в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok